красиво да вот у меня есть теперь локации совсем скоро здесь будут красивые шторы присоединяйтесь пожалуйста есть локация для того чтобы проводить прямые эфиры да потише сделал соединяйтесь смотрите буду сегодня отвечать на вопросы но недолго потому что надо поехать с детишками провести время я теперь не буду оглашать свои планы так нарочито потому что чревато последствиями ну первонаперво я хочу сказать зачем я вышла в прямой во первых потому что всем привет смотрите какое мне прекрасное кресло я так давно мечтала здравствуйте здравствуйте мои дорогие во первых для того чтобы сказать спасибо спасибо вам большое всем мои девочки мои дорогие за то что вы меня поддерживать это поддержка она она мне очень важна вот и я очень ценю людей которые способны проявить эмпатию и высказать поддержку слова поддержки это очень ценно вот что еще могу сказать что из всех ситуаций так прикольно из всех ситуаций которые происходят моей жизни я беру только нет я не переехала эта квартира которую я отремонтировала для того чтобы здесь рекламу для того чтобы здесь учиться читать книги это мое личное пространство поскольку все пространство в моей квартире уже принадлежит детям не искать что меня по кровати но я по трубы видите мои трубы которые смотрю с той квартиры вот они видны здесь то есть это совсем близко все я считаю что детям нужно личное пространство и очень здорово иметь вот такой вот кабинет где можно и поваляться книжку почитать и принять ванну а потом надеть потом надеть какой-нибудь пальтишко и перебежать другую квартиру вот та грязь которая сейчас льется в интернете меня вообще не касается я предлагаю вам даже не задавать вопрос потому что комментировать этот бред не собираюсь в моей жизни сейчас проще происходит что да я попала в аварию машину чуть-чуть разбила на там пару шлангов надо поменять и поменять капот бампер новый поставить оригинальный и она будет на ходу но сейчас я очень радуюсь тому что из-за того что у меня нет моей мазды я езжу на каршеринге и можно попробовать так много так много разных машин я раньше не ездила и так каждый раз садишься в новую и сегодня села машину а у нее а у нее при датчик крутилочка перекручивается переключается и я честно сказать обалдела вот починю обязательно машину возможно ее продам возможно буду ездить я еще пока не решила вот поэтому я предлагаю маринушка привет на золотая все что вы сейчас читаете это все грязная надуманный пиар тех кто хочет за мой счет пиариться про ребенка моего неправда мои дети воспитаны в эмпатии такие же как я они любят людей они любят животных это все делается для того чтобы вывести меня на эмоции но это не получится потому что во первых я юридически грамотные я знаю что ничего не грозит нигде это все блеф блефовать умеют только трусливые люди я больше к этому не возвращаюсь я хочу продолжить прямой эфир так как раньше мы с вами продолжали без упоминания тиграны без упоминания какой-то грязи а допустим допустим про отношения какие-то вопросы вместе вместе подумать что делать если вы хотите в таком ключе продолжить эфир то мы его продолжаем если нет то я выключаю иду занимаюсь своими делами поскольку их настолько много посмотрите вот те кто пишут мне гадости мне гадость а юлия николаевна юлечка красотулечка посмотрите какая уничка вот была страшная квартира а юлечка красотулечка сделала ремонтик полностью ее обставили смотрите как красиво я лучше с вами поделюсь своим счастьем своими хасанчик миленько привет это мои деточки еще маленькие здесь я буду учиться компетен конспектировать может быть что-нибудь вот диванчик здесь мы отметим новый год с детишками вот наверное здесь поставлю стол и специально заказал диван который можно разложить и все вместе здесь за ночевать да конечно это однушка ваши танцы кстати любимый мой кому не нравятся мои танцы вы можете смело нажать кнопочку отписаться о боже и мой торшерушка я его просто обожаю вот он красавчик мой вот так вот и вот так вот можно сделать ой савушки привет передавай это голубенький цвет это беленький это зелененький будет желтенький так вот я оставляла ссылку это отличный подарок на дыре вот здесь все мои духе стоят это мне привезли угощение вот так вот красивично все поэтому а я еще я должна вам сказать что еще когда я первые разы начала ходить психологу мне мне психолог сказала такую важную фразу которая очень помогла мне и я хотела бы чтобы эту фразу запомнили все кто смотрит мои эфиры вот я вижу сейчас очень много оскорблений в комментариях я же вижу глаза есть и вот она мне сказала что юль когда пришла скала там супруг меня назвал дном еще чем-то ну поругались на стою ты же понимаешь что взрослые люди знают что оскорбляет оскорбление это человек на самом деле так таковым себя считает и этого боится то есть те у кого огромный нос ну грубо говоря сейчас абстрактно они всех обзывают носатыми если они любят свой нос кто считает себя толстым всех называют жирными то есть когда вы кого-то обзываете или вас кто-то обзывает то это проблема только того человека по его обзывалкам как владимир владимирович однажды сказал кто обзывается тот сам так называется по его обзывалкам видны его проблемы это так интересно и так хочу быть психологом увидеть это все то есть у кого что болит тут это он говорит и вот когда люди вот этот негатив выпускает соответственно ну понятно что какая-то нереализованность где-то где-то зажим где-то может быть живут не своей жизнью а обзывалка юль у вас очень красиво и деликатно красивый хороший вкус спасибо большое прекрасная девушка мне тоже нужно личное пространство до стремя детьми просто необходимо личное пространство если хочешь развиваться потому что честно сказать я пробовала читать книжку лежа на своей кроватке и каждый пять минут забегал багратик тискался как бы я очень люблю своих деток они очень здоровски в своей ласке они очень ласковые очень добрые вот но книжку не удалось дочитать да катенька всегда меня поддерживает любого за меня порвет вот но все-таки после я хочу рассказать про сессию со светлана ипрель все если вы посмотрите то я думаю вам будет приятная обратная связь света мне открыла глаза на один такой интересный момент и я обсудила его с некоторыми своими близкими людьми что на самом деле это она и правда что всю жизнь я в борьбе если мы одна команда я повторяла всегда эти слова бывшему супругу команда вот против дружить против кого-то я помню в детстве и юношестве мне очень нравилось дружить против кого-то а на самом деле можно просто дружить я уже давно к этому пришла что конфликт и вот это низкие вибрации они разрушают и я от этого отхожу и как раз светлана сакцентирована культур а зачем ты борешься ты вот что хочешь я задумалась я задумалась что раньше у меня всегда в жизни было так что приходя в новый коллектив пока не пройду через ряд конфликтов и не докажу что я лидер и не наступлю на горло всем кто там что-то пикнул не получалось взаимодействия и в итоге конечно все уважают уже принимают как лидера но зачем так я всегда удивлялась почему других по-другому потому что у них нет настройки на борьбу у меня была настройка на борьбу и теперь я поняла что не надо бороться не женщина я же хочу быть женщиной вот света дала несколько инструментов которыми пользоваться но я так и знала что после сессии с ней я возьму инструменты я возьму я наконец-то сформулирую свой запрос и смогу с собой работать раньше у нас кати всегда как было что если нас кто-то обидит то его надо четвертовать а потом еще и пожарить очень жестко наказывали короче его надо прямо на куски а сейчас я понимаю что зачем на это тратить свои дни свою энергию свою жизнь на месть на войну какую-то я не хочу смотрите сколько всего я могу создать я созидатель сколько могу создать сколько могу сотворить направляя энергию не в войну они и направляю на создание вот и я хочу чтобы глядя этот эфир очень многие кто еще не пришел постарался к этому прийти что вот вы как сосуд у вас есть определенное количество энергии и вы можете решить куда тратить либо в какие-то военные действия либо в мирные действия создание чего-то нового что будет радовать вас что будет радовать ваших близких я так покажите квартиру я квартиру уже показал вот что я чувствую что будет ребенок у бывшего супруга я очень рада что продолжается его жизнь конечно дети даже если они допустим произвели скажем так вне брака я сама проходила эту ситуацию это все равно большое счастье главное чтобы родился здоровым и тогда будет прямо учетинка дети это всегда счастье новая жизнь это всегда счастье неважно у кого где но мы должны понимать что это ответственность да то есть если ты рожаешь то ты растишь вот тут такая маленькая оговорочка а так конечно очень здорово что дети рождаются я чувствую нейтрально я если вы хотите сейчас меня на что-то спровоцировать в плане каких-то чувств или еще чего-то я отпустила свое прошлое и сейчас я занимаюсь тем что чищу крылышки проживая 10 лет в отношениях которые были построены определенным образом и меня не устроили поскольку я их разорвала то есть я была инициатором итоге мне нужно сейчас поменять модель чтобы следующие отношения которые приведут к браку и созданию семьи я считаю что и так есть детьми полноценной семье чтобы они строились на других детах на других принципах а для этого нужно как я называю почистить крылышки почистить шестеренки и вот этим я и занимаюсь так спасибо большое за сердечки заводники очень приятно быстро отпустила прошлое почему быстро не быстро два года прошло я обожаю вас и ваших деток пусть все будет хорошо офигенно жизнь спасибо квартира офигенно уютная квартира здоровья тебе спасибо моя любимая кристиночка песни сейчас вам приколю пишет мне кристина у которой я заказываю свои самые лучшие ароматы и а тарук 05 у меня есть даже видео в ленте она присылает очень здоровский аромат и я знаю что вы любите это слово сейчас просто поеду по делам поэтому не у пижаме смотрите чем вот очень разнообразные и здорово попадает вот у меня тоже здесь сбор вот и понимаете что вот это у кристины донатруст шикарный аромат и вот это я у кристины заказывала яр или как она называется вот это шикарный аромат это подкова пускать мой дом только хороших людей и я еще хочу вас попросить мои дорогие слушатели не жалейте моих детей мы дети девяностых ну кому сейчас 30 35 намного больше как говорится хапнули чем вы сейчас видите у моих детей мои дети одеты обуты ездят на моря у них есть любящая мама которая с ними всегда никуда не уехала на заработки да не бросила детей с бабушкой допустим да не отдала их отцу мне ну навсегда вот так вот допустим не работает на заводе с утра до ночи я сейчас это все не обсуждаем хочу сказать о том что это для детей нелегко когда мамы нет рядом до мама работает или у мамы допустим там новая личная жизнь она не может уделить время детям она уезжает это все нормально мы живем все так как мечтаем нужно но детям иногда не хватает мамы допустим да вот мои дети видят все и даже моря и даже различные там дорогие подарки вкусную еду и каждый день ралан ильдар и баграт мне говорят мамочка они на море вот так подходили так ручки раздвигаю они очень благодарят меня за то что я стараюсь я им говорю видите как вот давайте поедем покажу и сегодня мы тоже поедем детское кафе с детской комнаты поедем вкусняшек они попрыгают я посижу может почитаю книжку по психологии и тоже расслаблюсь вместе с ними вот поэтому моих детишек жалеть не надо уважайте меня поскольку я с уважением отношусь к вам заметьте на все многочисленные оскорбления я ни разу ни разу не оскорбила в ответ вот я изначально несу посыл уважения добра и любви ну конечно если меня будут обижать то я не буду продолжать общение мазохист это играет кизом юля молодец что разрешила видеться с отцом да давайте я прокомментирую здесь тусят ситуацию поскольку я ее опубликовала в посте я пришла к этому решению после сессии со светланой почему я понимаю что сейчас происходит событие после которых очень тяжело пойти на такой шаг поскольку есть еще личное восприятие ситуации да есть некая степень переживания за психику детей потому что дети должны общаться все-таки с людьми которые спокойны да вот но я в разговоре со светой поняла что моем мозгу из-за того что я ни разу не видела папу не видела маму с другими мужчинами у меня вообще нет ценности такого персонажа как отец мини цена и получается я толкаю туда же своих детей лишая их возможности самим посмотреть принять решение это ошибка так делать нельзя поэтому я не имею права лишать их возможности общаться со своим отцом вот они будут общаться хотят общаются не хотят не общаются я никогда не принуждаю но лучше сделать так чтобы они хотели хотя бы несколько раз там уже дело за их отцом как он будет проводить эти свидания если это будет все позитивно если это будет как я ему вначале сказала что сейчас твоя роль роль доброго волшебника никаких упал отжался не надо делать приходишь приносишь подарки вкусняшки везешь на карусели идешь в цирк зоопарк там кто сейчас накидает мне помидоров что вы не ходите ладно планетарий музей космонавтики куда угодно это мальчики можно сходить куда угодно ведешь проводишь время спрашиваешь как ваши дела девочки какие то нравится вот так вот и дети будут естественно открываться потому что дети это чистые существа это ангелы они всегда готовы простить они всегда готовы открыться вот и я подумала что будет очень большим преступлением если я сама принему приму решение и лишу их этой возможности потом они будут об этом жалеть и поэтому несмотря на какие-то свои моменты да я приняла такое решение сообщила детям конечно сначала не было реакция не очень но я объяснила что мы можем попробовать мы можем попробовать вот и я это делаю для того чтобы у детей мои была полная картина и отца и матери у меня лично не помню мне только мам а у них моего-то отца я не видела и мама с ним связь прервала вот а здесь то он на виду поэтому пусть попробуют но обязательно условия на дом 2 я говорю в этом эфире телевидении том 2 я против своих детей то что ролан кстати говоря сегодня сегодня воскресенье ближе к вечеру на телеканале нтв программы звезды сошлись мы увидимся роланом тема совершенно отвлеченная от семейных конфликтов всякой грязи нормальная тема вот можете посмотреть это было его первое первый опыт давай отдавал комментарии студии где сидели звезды это очень здорово и позитивно да то есть это не грязная тема вот я против пребывания моих детей на площадке дом 2 потому что это взрослая передача потому что без меня я мама я вытираю сопли я встаю ночью я лечу я решаю проблему и я буду решать куда ходят мои дети до 8 и куда не ходят и я считаю что данная площадка она не подходит для отсутствия своих детей я позвонил александру астаргуеву который там сейчас во главе всего и саша мне торжественно и честно пообещал что эту грань он не переступит потому что я очень жестко против и он меня услышал но есть площадки нейтральные для детей есть очень классный остров мечты который любят ездить мои дети там очень много аттракционов если купить билет без очереди то можно обкатать очень много аттракционов за день есть различные аквапарки можно тоже поехать то есть с детьми можно проводить время где угодно и обязательно со всеми тремя да потому что как бы ни происходило все трое моих детей они должны для себя рисовать картину и маму и папы и надо налаживать отношения я со своей стороны делаю все поэтому отец моих детей тигран митарь бессельбек может приступать к роли отца все двери открыты войны нет я рассказала вам ранее в эфире что я не хочу воевать женщина это созидатель это женская энергия это поддержка это любовь это принятие да и я прокачиваю себе эти чувства бачат и кизом вы кстати девочки очень советую тоже вам танцы латиноамериканские парные они очень здорово прокачивают взаимодействие с мужчиной очень многие очень многие моменты ставят на место вот поэтому вот такая вот ситуация на сегодняшний день я никому ничего не запрещаю мои телефоны в доступе пожалуйста действуем цивилизованно созваниваемся определяем время есть я еще раз повторяю нейтральные площадки нейтральная территория на которых моим детям вместе с их отцом будет очень хорошо поэтому все двери открыты возможность есть и это не какой-то там какой-то план чтобы кого-то вывести на чистую воду я не хочу этим заниматься у меня очень много других дел в том числе между разобраться с моей машины и так далее так далее я не занимаюсь вот поэтому вот такая вот ситуация вы такая умница спасибо большое блокирую юля столько ерунды я не хочу на это даже трогать тратить энергию пальцы сейчас выключу сохраню эфир и все эти буковки они не будут видны так и вот девочки когда вы пишете нарасти волосы перекрась волосы там еще что-то вы не замечаете что ты нарушаете личное пространство то что блогер открыто вещает на своей массово заселенные скажем так аудитории площадки но я не спрашиваю что придется то есть вам можно проработать вот это вот абьюзивное начало рассказывает кому какие волосы носить на самом деле это очень интересно когда вы начинаете копаться в себе к вам же и притянутся люди другого уровня да то есть вы сознательно не падаете в низковибрационные вот эти вот эмоции я их так называю сознательно вы контролируете этот момент нет вы не задавливаете вы проживаете но вы не копошитесь вот в этой грязи да у вас всегда есть выбор прочесть книгу до пойти в театр пообщаться с человеком который вам расскажет какие-то пару исторических фактов или сидеть с подружки перемевать кости какой-то девчонки или еще кому-то и сидеть ругаться с кем-то или там ссориться поэтому я вас призываю чтобы вы концентрируетесь на позитив и в этот эфир я вышла вам образом под поблагодарить всех кто мне поддерживает вот и как всегда поделиться какими-то своими установками которые может быть кому-то из девочек понравится и вы возьмете к себе куда я называю шкатулочку с опытом вот юля вы достойно обеспеченного мужчина юля вы достойны всех благ спасибо большое юля вы очень умная спасибо кристиночка это сердечки увидела юлечка всех благ вам я видела вас краснодаре с детишками в детском мире вы умница занимаетесь детками красотка обаятельно улыбаетесь друг другу на каль на кассе улыбались друг другу на кассе спасибо большое для всех хорошие не будешь и надо и не надо главное это вы знаете я беру иногда консультацию руслана лива кого известного психолога вот не первый раз и вчера руслан мне сказал отличную фразу которую я хочу передать вам ведь у каждой из нас у каждого из нас в жизни происходит различные события и он говорит на юль ты понимаешь да что вода за бортом корабля это нормально главное чтобы она не попадала на борт не попадала на палубу и я хочу на этих мудрых словах закончить эфир пожелать вам чтобы вода неважно какая бурлящая штиль или еще что нибудь пусть она будет за бортом а на палубе пусть у вас всегда будет сухо спокойно чисто тепло уютно сытно все люди вот чтобы все у вас получалось так как вы хотите тогда именно тогда на палубе не будет лишней воды спасибо большое за то что вы слушаете спасибо большое за то что вы смотрите спасибо большое за то что вы адекватно воспринимаете все происходящее эфир по классике обязательно сохраню и даже у меня есть такая не графа один с эфирами еще с брака и можно их посмотреть посмотреть как меняется мировоззрение как меняется мнение это тоже очень здорово когда человек восприимчив и смотреть как ты меняешься как там говорят перевоз не перевоз не стыдно перевоз если вы мыслящий человек допустим вы всегда считали что кофе надо пить стук с сахаром а потом вы прочитали что нужно без сахара и решили пить без сахара это ваш выбор произошла какая-то приоценка ценностей и вы решили пить без сахара выбор каждого я еще раз повторяюсь каждой девушке которые смотрят этот эфир что вы живете вашу жизнь единственный и в этой жизни есть один самый лучший человек самый красивый самый сексуальный самый добрый самый ресурсный самый талантливых это вы потому что это ваша жизнь это ваша кинопленка это ваша полоса движениях вы хозяин своей жизни хозяйка поэтому я призываю вас любить себя любить все что вас окружает всех кто вас окружает а люди животные вселенная они как правило зеркалит вот то что ты посылаешь мир то и возвращается поэтому всех обняла всех путевывала спасибо вам большое как завершить а